Губернатор Игорь Рудыни провел инспекционную поездку по городу Твери. Он осмотрел в четверг объекты, которые ремонтируются в том числе по национальному проекту безопасной качественной автомобильной дороги. Кроме того, глава региона осмотрел дворы, где завершается благоустройство. Роман Быков расскажет подробности. В Твере в текущем году на программу работ по национальному проекту заложено 840 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Запланировано обновить около 35 километров дорог. Ремонт более 75% объектов уже выполнен. В четверг Игорь Руденя проинспектировал улицы Горького и Благоева. Сейчас там в самом разгаре демонтаж старых трамвайных путей. К 14 октября планируется завершить этот этап и приступить к устройству нового покрытия. Точно такого же, что уже уложено на набережные Афанасия Никитина. Это щебеночно-мастичный асфальт, который на порядок лучше обычного. Состав его практически 90% это щебень разных фракций. Он устойчив как погодным воздействием, так и выдерживает большегрузный автотранспорт. Все федеральные трассы используют именно данный материал. В ходе инспекционной поездки Игорь Руденя оценил выполнение ремонтных работ возле домов номер 71 и 73 по улице Можайского. Тут уложен новый асфальт, обустроены тротуары и парковки. По итогам осмотра глава региона поручил оперативно и качественно завершить благоустройство, а также привести в порядок подходы к расположенной рядом поликлинике. Кроме того, губернатор наказал ответственным ведомством в кратчайшие сроки обеспечить поступление тепла и горячей воды в эти многоэтажки. Пожелания граждан, пожелания жильцов максимально услышаны. И по количеству неравнодушных граждан мы видим, какой объем нам еще предстоит сделать. И, конечно, будем выходить на уровень правительства Российской Федерации, президента, с пожеланиями максимально увеличить масштаб реализации данных проектов. А во дворе дома номер 74 по набережной Афанасия Никитина еще недавно не было никакого твердого покрытия. Теперь же здесь появились дорожки для пешеходов, парковка для автомобилей. На данный момент работы выполнены более чем на 85%. Причем это далеко не только асфальтирование. Вывезено, обрублено порядка 150 кубов деревьев и кустарников. Проводились работы не так гладко, как мы хотели. Это было связано в первую очередь с наличием коммуникации, электросетей. Но при содействии нам администрации Заводского района мы эти вопросы вместе порешали. Еще один важнейший инфраструктурный объект 2019 года – это путепровод через Октябрьскую железную дорогу. В створе Бурашевского шоссе. Здесь уже демонтированы старые трамвайные пути. Разобрано полотно, ведется устройство переходных плит и других элементов. В ближайшее время начнется ремонт балок пролетных строений. Перед этим они пройдут обследование, которое должно быть очень тщательным, подчеркнул губернатор. С точки зрения безопасности, приоритет, конечно, будет отдан не сроком проведения работ, а безопасности инженерного сооружения. Поэтому после того, как будут проведены испытания балок, будет принято решение относительно уже расширения или сохранения объемов запланированных работ. Завершить капремонт Крупского моста планируется в мае будущего года. При этом губернатор постоянно отмечает, главное здесь – все-таки качество работы. Причем не только монтажных, но и проектировочных. Продолжение следует...